Приветствую вас всех. Сейчас я хочу поговорить о насущном, о том, что я считаю очень важным. Буду говорить о России в целом, потому что мне довелось родиться в этой стране. И то, что мне сейчас происходит, меня реально заботит, меня трогает. И это все очень важно. У меня есть небольшая подсказка в виде слов, которые я заранее подготовил, дабы мне было легче сказать и точнее выразить все свои мысли. Первое. 27 ноября выходит музыка. Это та музыка, в которой я вижу себя. Это та музыка, в которой я могу реализовать весь свой потенциал. Это та музыка, в которой я могу быть честен самим собой. И перед вами. Начало моего творческого пути. Для меня все было в новинку. Именно поэтому мне было все это очень интересно. Именно поэтому все получилось. Поймите, что я человек, и я расту, я взрослею. И то, что я меняюсь, это нормально. Я творец. У меня нет потолка. Понимаете? Творчество — это всеобъемлющий процесс. Поэтому эта музыка силы, эта музыка слова, и все еще только начинается. Это большая картина, которую пишу я, которую пишем мы все с моими пацанами. На данный момент времени, и когда я уйду, или когда все закончится, вы просто увидите эту всю картину целиком. Сейчас просто часть картины написана, и по итогу это будет одна целостная большая картина. Я делюсь своим именем с пацанами. Это Жека, это Гром, это Макс. Это пацаны, с которыми я иду этот путь. И Джизус на данный момент — это мы. Я остаюсь творческой, свободной единицей. И я готов принять все по распоряжению судьбы, все, что мне уготовано. Это по поводу музыки. Следующее. По поводу современной индустрии шоу-бизнеса. В данный момент индустрия — это цирк, цирк. Откровенный цирк, где поддельные ценности выдаются за правду. Где поддельные ценности выдаются за истину. Так быть не должно. Музыка в России деградировала, и люди вместе с ней. И это выгодно для всех, кто ищет счастье в деньгах. Все очевидно. Что такое рэп в России на данный момент времени? Поймите, что рэп — это игра духовно и интеллектуально бедных людей. Вот и все. Вся мораль. Вы хотите таким быть? Вопрос. Вы то, чем вы себя наполняете. Если вы хотите быть духовно и интеллектуально бедным, пожалуйста. Это ваш выбор. Я просто желаю лучшего вам и хочу вам открыть глаза на всю ту несправедливость, которая сейчас происходит в нашей стране. Мы здесь живем с вами. Мы создатели нашей страны. Наши родители уйдут. И мы, молодое поколение, мы останемся дальше создавать Россию. Так вот, я хочу, чтобы это была новая Россия. Россия будущего. Россия думающих людей. Понимаете? Россия хороших людей. Поэтому просто запомните, что мы самый главный пример просто для мира, просто для людей вокруг. И мы, мы создаем эту страну. Запомните, пожалуйста, что наша страна не заслуживает такого унижения над человеческим разумом, как сейчас. Она просто не заслуживает. Вы не заслуживаете этого. Я хочу, чтобы вы были умнее всего этого цирка, который сейчас происходит. Как только вы станете умнее этого всего, вы победите. Также, пожалуйста, прошу вас запомнить о том, что клоуны никогда не станут героями. И у моды есть срок годности. У вечности срока годности нет. Есть та правда и та истина, которая живет вне времени. Вот и все. А у моды есть срок годности, понимаете? У моды есть срок годности. У моды есть отрезок времени. А есть то, что живет вне времени. Механизм, готовый идти по головам и строящий себя на массах и детях, это шоу-бизнес. Это грязная игра. Это грязнейшая игра, забирающая все людское. Слава и деньги заставляют людей погибать. И это факт. И только от самих людей зависит, насколько долго все это будет продолжаться. С появлением некой популярности я сам начал себя терять внутри. И дабы у меня есть человек, который может меня направить и открыть мне очень простую жизненную правду. Поэтому запомните, на этом пути я не хочу себя потерять в первую очередь как человек. Потому что слава и деньги заставляют тебя хотеть все больше и больше. теряя самое сокровенное, это людское. Мы с вами все равны перед друг другом. Мы люди. Понимаете? Никто не лучше, никто не хуже. И не нужно завидовать людям. Нужно у людей просто учиться. Каждый человек в вашей жизни это учитель. Поэтому учитесь. Отрицательных примеров полно. Так и положительных тоже достаточно. Для себя лично понял, что я очень часто замечал только плохое и не обращал внимания на хорошее. Так вот, это неправильно. В жизни есть очень много хороших, положительных людей, моментов. Поэтому вот ваши самые главные учители. И поймите, пожалуйста, что всем непросто нам здесь. И все равно справедливость воцарит над каждым, как бы сейчас ни казалось. Справедливость она существует. А у мира, у планеты нашей, на которой мы живем, есть глаза и сердце, душа. У планеты есть глаза, понимаете? Она все видит. И каждый получит по его заслугам. И справедливость воцарит над каждым. Я не в праве судить людей. Я понял то, что я не хочу этим заниматься. Но СМИ это право рука шоу-бизнеса, воспитывающая из людей животных. Людьми руководят деньги. Люди хотят хорошо жить. И это та машина, наверное, которую просто не изменить. Потому что, ну, такие... Такая-то грязная игра, понимаете? И я лишь хочу сказать вам о том, чтобы вы научились пользоваться интернетом. Вы то, какую информацию вы себя впитываете, понимаете? Вы то, что вы получаете из этого мира. Вы отражение и результат ваших мыслей. Запомните это. Поэтому я хочу, чтобы вы научились пользоваться интернетом. Это вам просто поможет и сделает вас лучше. Это сделает вас людьми. И вы будете счастливее. Хочу сказать о предназначении каждого из вас. Хочу сказать о том, что каждый из вас нужен этому миру. Запомните это. Каждый из вас нужен этому миру. У каждого человека в этой жизни есть свое собственное предназначение. Свой собственный путь. И смысл жизни в том, чтобы найти его. Найти свое предназначение. И посвятить этому всю свою жизнь. Все вы здесь не просто так, понимаете? И я просто хочу вам пожелать никогда не терять веры в собственные силы. И не стесняться просить у жизни помощи. Каждый значим в этой жизни. У каждого свое время в этой жизни. У каждого свой путь и свое предназначение. Просто запомните, что раз вы здесь, значит вы нужны этому миру. И просто не теряйте веры в собственные силы. Потому что вы можете все. Для меня важна внутренняя свобода, любовь, правда и справедливость. Я человек. Я порочен. Я не идеален. Во мне также есть плюсы и минусы, понимаете? Просто я хочу быть лучшей проекцией себя. И я постоянно учусь. Я каждый день учусь. Я постоянно меняюсь. И для меня это очень важно. Поэтому я искренне считаю, что это время перемен. И перемен внутри нас самих. Потому что так больше дальше продолжаться не может. Просто не может. Люди просто себя сами истребят. Вся сила в любви. Понимаете? Я буквально недавно понял это. Что вся сила, она в любви. Все в этом мире есть любовь. И как только вы это осознаете, поймете и почувствуете, вы начнете побеждать. Помните, что в ваших силах изменить все. И в ваших руках безграничная возможность. Для меня важна внутренняя свобода. Я не позволю шоу-бизнесу и моде творить мне. Понимаете? Потому что я в первую очередь творец. И я это осознаю. Я хочу, чтобы люди засияли новыми красками. Время быть примером друг для друга. Время помогает друг другу становиться лучше. И время быть лучшей проекцией себя. Это время перемен. Запомните это. Я искренне верю в вас. И хочу, чтобы вы просто открыли глаза на все происходящее. Я хочу, чтобы мы стали символом новой России. России будущего. Пора. Время начать с себя. Я искренне люблю вас. И благодарю вас. За все. За все, что было. Искренне прошу прощения. В моменты, когда я мог вас как-то обидеть. Просто я человек. Поймите. В первую очередь я человек. Я понимаю, что у меня есть свои недостатки. Просто знайте, что я всегда хочу и готов учиться. И я желаю вам только самого лучшего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok